Псалом-то мы... Как вы сказали, не? Добрый день, день недели. А Псалом сегодня 48-й. Коли прошлый раз мы читали Псалом первого дня недели, и он по своему характеру хорош для всех первых, то сегодня логично читать второй, Псалом второго дня недели. А именно 48-й. Вообще есть трактат, значит, тут сразу скажу следующее, что вот есть удивительная вещь в Мишне. Трактат «Тамид» описывает ежедневную службу в храме. И он в предпоследней Мишне как бы кончается, и есть запись, которая явно призвана завершить трактат. Как мы это определяем? Написано так. Вот порядок ежедневной жертвы в службе в храме нашего Бога. Да будет воля его, чтобы отстроился в скорости в наши же дни. Аминь. Вот ясно, что это, ну то, что в науке называется колофон, запись в конце книги от переписчика или от писца, книга завершена. Но после этого следует неожиданное дополнение. Следующая Мишна вдруг идет. Вот песни, которые пели левиты в храме. В первый день они пели «Ла шеф гара цум ла о», «Господняя земля и все, что наполняет ее», «Вселенная и все обитающие в ней», то есть 24-й псалом. Во второй день они пели «Велик Господь и прославлен сверх меры в ограде Бога нашего на его святой горе». Это наш 48-й псалом. Значит, ну и так далее до субботы. Тембрическая рукопись, дело в том, что Мишна существует несколько рукописей, они, расхождение очень невелики, но в наше время проверяют самые мелкие расхожденные. И в Кембриджской рукописи здесь добавлено. В первый день Святой Благословен Он сотворил свой мир. И понятно, что «Ла шеф гара цум ла о», «Господняя земля и все, наполняющая Его», это, понятно, первый день творения. Во второй – его все прославляют. В третьем – восходят на трон для суда, ну и так далее. То есть идет какая-то попытка объяснить, почему во второй день недели поют именно 48-й псалом. Фокус в том, что это загадка, как мы брали псалмы, для каждого дня недели. Но то, что в храме левиты пели именно этот псалом, у нас есть простой доказательство. Существует вещь, которая называется «септуагинта», перевод на греческий язык. И там к этому псалму приписано… Да, «септуагинта» считается, что завершена в I веке до новой эры, то есть когда еще стоял храм, перевод на греческий. И там первый из заголовок нашего псалма написано, это песнь «Псалом сынов Кореи» для второго дня по субботе. Прямо просто поликрамм в текст ставлю. То, что этот текст существовал, дело в том, что существует два перевода, в том, что этот текст оригинальный, там так и был. Существует доказательство. Дело в том, что Иероним, когда в IV веке переводил на латынь Библию, он совершил два перевода псалмов. Один с греческой версии, а второй с ивритской версии, с ивритского текста. Так вот, в греческом тексте он добавил на второго дня по субботе, то есть на понедельничный псалом, он добавил. То есть действительно так и было прописано в септуагинте. Я всегда утверждал, что септуагинта совершена перевода с какого-то торгума, скорее всего, арамейского. А там добавляют свободные слова. И, значит, это действительно вот в храме именно так и пеет. Почему? Это мы попробуем сегодня более-менее разобраться, хотя это не очень понятно. И, честно говоря, выбор псалмов для дней недели, он не ясен. Каким образом, почему именно так? Тайность сия велика есть. Попыток понять много. Мы сегодня предпримем одну из них. Но на самом деле, ну давайте вот вначале мы его прочтем и посмотрим, как это выглядит. Окей. И вообще, к чему весь такой? Да, ну сейчас давайте про чему-нибудь. Шир, Мизмор, Любный Корах. Песнь, Псалом, Сынов Кораха. Сыны Кораха – это тот самый Корах, который устроил бунт против Моше и погиб. Прямо в Торе написано, что его дети не погибли. А в Дибрейг-Эймим, в книге Хроник, прописано, что из потомков детей Кораха были храмовые певцы, в том числе авторы Псалмов. Вот они отсюда. Они просто потомки именно того Кораха. Это по поводу вот, что делает родоначальник и что делают дети. Значит, Велик Господь, Велик Гачем, и прославлен Моот. Вот слово Моот – весьма, сверхмеры. На самом деле, Моот библейская – это даже не просто весьма или очень – это сверхмеры даже. Значит, в городе нашего Бога Его святая гора. Или прекрасное место, или прекрасная возвышенность, даже более точно. Прекрасная возвышенность, прекрасная гора. Отрада всей земли. Гора Сион на северном краю города Царя Великого. Вот это слово – кирья. Кирья. А вы его знаете, на самом деле. Это слово, оно есть в слове карфаген. Картос гемос. Ну, в современном произношении, более современное произношение. Новый город – это Новгород вообще, карфаген. Карто – это город. Кирья – вот оно. Кирья – от Меллахра, город Великого Царя. Сразу замечу, что гора Цион на северном краю значит город к югу от Храмовой горы, и тем самым речь идет о том, что сегодня называется город Давида. Тот, кто знает Иерусалим, ну и ходил на экскурсиях, видел. Бог в его дворцах известен как его оплот. Значит, я хочу обратить внимание, что дворцы – это дворцы Иерусалима, это не храм, это дворцы Иерусалима. Это царский дворец и подобные дворцы которых. То есть описывается Иерусалим. Киргин, дальше следует вторая часть, киргинэгэмлхимно аду авру ягда. Как-то вот цари собрались, пришли, прошли вместе, хэмрауу кэнтамагу, осматрелись, они осматрелись и изумілісь, не вгэлуваных пазу, а пришли в смущэнні и паразілись. Радах затам шам хілька ёлэдэк. Трэпет апьял их сударги как уражэнэц. Бэрох катіл, ты шэбэр таршиш словно восточным ветром разбивающим вот тут перевод сомнительный, я думаю, что вот это ты здесь неверно, который сокруша ет, правильно, вот так, который сокруша ет, я хочу сказать следующее, что в первом варианте было именно так, вот как сейчас написано, а потом был перевод подогнанный к комментарию Рэши. Кашир шаману, значит, дело в том, что вот это вот ты шэбэр, тут всегда вопрос, когда вы такое видите, это женский род или второе лицо мужского рода, то есть это восточный ветер, который сокрушает корабли Таршиша, последовательности корабли Таршиша это такие крейсера, я думаю, что даже не крейсеры, а для своего времени это сухогрузы, это огромные корабли, значит, мощный ветер, который разбивает корабли, и далее кашир шаману кэн раинум бэйр адунай цваот, бэйр элогэйну, элогім яхонэнэго адулам сэла, как вы слышали, так и видели, в городе хашэма воинств, цваот, в городе нашего Бога, Бога, который утвердил навек, цела, по-настоящему утвердил навеки. Демино элогим хаздеха бекеров гейхалеха представляли мы или представляем мы Боже, покровительство Твое над храмом Твоим, кишім хээлогім кэнд хилатэха эльки цвэйга арц, как имя Твое, так и слава Твоя на всех краях земли, цэдэк мал ай імінеха, праведністю пересполнена правая рука Твоя, ёсмэгар цэгэн тагэл мабдот гэгуда, лэман мишпатэха, радуется гарай сіона веселиться Девы ягуда ради твоего суда, я хочу заметить, что бат цэйон, например, в дочь сіонская, например, в книге эйха, и подобные вещи, на самом деле правильное понимание дочь, которая сіон, то есть Дева сіон, по этому поводу Дева ягуда, Дева ягуда, это аллегория такая. Сабуд сіон, гэкіпуга в сіпру мигдалэха, абайдіте кругом вакруг сіона, пройдіте кругом, пересідайте ёё башні, шіто лэвхэм лэхэйла, лэхэйла, пасагу армонатэха, обратіте внімання ваше на стіны ёё, на возвышаючі, как вершіны дворцы ёё, раді того, щоб рассказать следуючого поколення, кізе элогім элогаїно, ібо здесь, или вот здесь вот, ібо вот, Бог, наш Бог, вовеки веков, і он буде править нам, альмут, сложне місце, комментатори вечно буде править, як в нашому переводі, буде править в молодости, буде править до смерти, три варианта перевода в этом місці, отдельно поговорити. Кратке содержання, то, що ми видим. Вот ціна, що тут є? Ось, я, коли це перший раз внимательно читав, у мене, естественно, прорезався юмор, тому що, в некоторому смыслі, це дуже похоже, особливо, вот, последня части, вот, тринадцатого стиха. Обойдіть сіон, пройдіть вокруг нього кругом, посчитайте його башни, обратіть внимание на його возвышаючі, як горы стены, обратіть внимание на його стены, на возвышаючі, як горы дворцы його, щоб розказати другим, це такий розказ гіда, гід водить по Йерусалиму і показує только Йерусалим не нынешній, а отстроений, такдашній, вот, в такі-то древні времена, гід вот так водив би екскурси вокруг Йерусалима і произносив де-то такого сорта текст. На самом деле, первый раз в Салмах, ну, второй, на самом деле, предыдущий был 46-й Псалам, у нас рассказ о Йерусалиме, не который будет отстроен, и не о храме, а о самом городе Йерусалиме, то есть, вот, что удивительно здесь, здесь описан именно Йерусалим, как таковой во всем своем великолепии, он начинается прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, северной стороны, вот смотрите, вот город великого царя, а вот севера, я стою со стороны старого города, естественно, вот на той горе, которая над площадью против Котеля Морави, и вот оттуда показывает, вот справа, вели это самое Ир-Давид, слева у нас это самое храмовая гора, вот посмотрите, бог в его творцах, который, и этот бог является защитой Иерусалима, что здесь любопытно, что Иерусалим городом Бога назван не храм, вот мы привыкли к тому, что Бейт-Эмикдаш, да, он называется именем Бога, здесь Иерусалим назван городом Бога, Причем он лично защищает этот город. Далее идет рассказ совершенно непонятный, вот теперь как-то пришли цари, вместе пошли, увидели, удивились, поразились, их объял страх, они тряслись, и тут они произносят как мы слышали, так и видели, где слышали, слышали вот здесь, велик Бог и прославлен весьма в городе Бога нашим, теперь, это они слышали, в 9 стихе, как мы слышали, так и увидели, в городе, и опять вдруг в городе нашего Бога, Бог утвердил его навеки, по-настоящему, это то, что говорят цари, представляем мы Бог твою милость внутри твоих дворчерток, как имя твое, так слава твоя на всех краях земли, и радуются девы ягуды твоему суду, решением суда. И далее опять следует описание великолепия Иерусалима. Вот здесь, когда мы это все читаем, у нас несколько проблем. По какому случаю вообще составлен этот псалом? Точнее любой современный комментарий он как бы пытается все псалмы поместить в исторический контекст, когда он был состав. И здесь центральный вопрос, который есть, выглядит таким образом. Вот эти цари, которые пришли, они пришли с миром или с войной. Дело в том, что вот это вот слово под цари Нуаду, вот этот глагол Нуаду, которые то ли собрались на совет, но регулярно это военный совет. Я могу показать вам все места, где это есть, но например во втором псалме они собираются на военный совет против кого-то. То есть это военная тогда текст. И цари пришли с войной. И тогда и ясно, что кончилось это тем, что они признали, что они не могут взять гор. То есть этот псалом как бы вот в части, где говорится про иностранных царей, это по случаю какой-то войны, который ничем не кончилось. Естественно, что это за война? Ну, не трудно догадаться, что нашествие Санхирива, которое ничем не кончилось, потому что в лагере Санхирива началась эпидемия, и Санхирив снял осаду с города. Тогда мы вот в этом контексте, если мы поместим наш псалом в этот контекст, то получится очень неплохо, что цари пришли, собрались воевать, потом их объял страх, и они как бы восхищаясь городом признают, что ибо увидели в городе ибо увидели в городе Хашема воинств, да, мы увидели, что он утверждает навеки, что и нам его не взять, и они ушли. То есть как бы это псалом, он инспирирован тем, что город Иерусалим не храм, а город находится под покровительством Бога. Вражеские войска сняли, вражеский царь снял войска и ушел. И я хочу заметить, что подтверждение этому есть огромное количество перекличек между этим псаломом и второй главой книги Ишая. Например, ну, кто хочет, пусть прочтет, увидит, что там действительно вот этот, что действительно есть огромное количество перекличек между этим псаломом и второй главой книги Ишая. Вторая глава это там, где написано переклюют мечи наорала. Это именно та глава. Именно поэтому, именно исходя из вот этих перекличек, Раши комментирует наш псалом, что это Иерусалим будущего. Это песнь для времен Машия. Это любопытно, потому что Раши хочет сказать, что речь идет не о том, что было в прошлом, а о том, что будет в будущем. И действительно, если мы признаем переклички между этим псаломом и вторым главой книги Ишаяху, пророка Исаии, то тогда в четвертый стих перекуют мечи на луга и наконечники копий на садовые ножницы и не подымет народ на народ меча и не будут больше учиться воевать. это именно из этого отрывка и поэтому по поводу Раши понимает это так, что это как бы на будущее. Надо сказать, что вообще этот псалом, он вот появление здесь Гошема воясь в девятом стихе, а мы сказали как раз по поводу предыдущей недели, что появление вот такого имени, это Гошем, который, которого несут его люди, что это Гошем на людской колеснице, вот так это и что здесь косвенно упоминается, что не просто дело в Иерусалиме, а дело в том, кто в Иерусалиме. То тогда как бы ну если хотите, то ситуация выглядит так, что если первый псалом, который читает, извините, 24-й псалом, который читают в первой день недели, откройте врата и войдет в них царь слава, кто царь слава, Гошем Сваут, Гошем на своих войсках, на колеснице своих войск, то этот псалом тогда он у нас уже врата открылись, Гошем вошел, но не просто в храм, а в Иерусалим, и теперь он здесь справится. Тогда связь между 24-м и 28-м псаломом, она именно вот такая, что теперь Гошем он находится в городе нашего Бога, что это не просто Иерусалим, а Иерусалим под покровительством Бога. Итак, у нас есть как бы два чтения его. Это какое-то светлое прошлое, либо, как говорит Раша, какое-то светлое будущее. надо сказать, что этот псалом, он удивительен тем, что количество инспирированных им произведений огромно, но чтобы было понятно для жителей Иерусалима, вот третий стих Евфенов, прекрасная возвышенность, да, это отсюда название района Иерусалима Харнов, да, но я хочу сказать, что разговаривая с израилитами, вы очень удивитесь, но вот этот вот стих, вот этот стих третий, Евфенов, Масо, сколько Арц, израилит это знают хорошо, только не из псалма, а из одной из сионит Иудагливи. У него есть стихотворение, одно из самых известных, его поют, причем много разных мотивов к нему есть. Евфенов, Масо, Ставель, Кирьят, Мэлах, Раф, прекрасная возвышенность, радость вселенной, город великого царя, тебе тебя жаждет душа мою с западного края света, с западного края, из Испании, естественно, где находите в Испании, вот ты поднимаешь великое волнение во мне, когда я тебя вспоминаю каким-то был издавна и вспоминаю пропавшую твою славу и прекрасный вид, который разрушен, кто поместит меня на крылья орлов, чтоб я напоил слезами свое прах твой, я ищу тебя, и если нет тебя в царя, то и место, которое было лекарством древним, превратилось в место пребывания змеи и скорпионом, я охвачу твои камни и буду рыдаю умалять и твая, и прах твоей земли для меня слаще меда. Сеонида и галеви именно тут несколько цитат просто из книг псалмов, но именно из самое интересное, что есть два медраша, они оба, как это ни странно, кширх и шири, где среди всего прочего есть два еще понимания к этому псалмову, то есть как бы псалом для победы, где враг отступил от стен Иерусалима, это первый вариант, и это прекрасный город, который после победы пребывает, на самом деле в некотором смысле это парад, вот в некотором смысле вот первое чтение, которое мы сказали, которое связано, если связать историю этого псалма с войной, это торжественный обход вокруг Иерусалима, войска, посмотрите, как прекрасен город, это парад победы, ну, юбилейный какой-то, естественно, о том, как прекрасен город сегодня, это вот, вот, и воздаяние Богу, который защита этого город, у Игуды Галливии, этот псалом, вот это описание великолепие, это повод для плача, это как бы описание города, которого нет, город, который разрушен, это город мечты, который существует только в мечте, значит, дело в том, что существует еще раз два метроше, и они проливают цвет на, считают, что ключом к пониманию этого псалма является последнее слово, вот это. «Альмут» Вообще это слово загадочное, вот «Альмут» переведено вечно, ну, просто потому, что это Ибнезра, это Раши, это куча всяких комментаторов, но есть три разных комментария к этому министу, первое, что загадочное, вообще «Орамид» как бы читается, он будет править нами вечным, замечание к этому месту, что Массора читает два слова «Альмут», в два слова непонятно, «Альмут» это может быть названием музыкального инструмента, тогда это вообще непонятно, что здесь делает, либо вот «Медра-шир-гашириим» к стиху «Поэтому Дева любит тебя», читает это как «Аламот». «Аламот» это Дева. «Алькен Аламот Агавуха». «Поэтому Дева любит тебя». И по этому поводу сказал Раф-Берахи в грядущем Всевышний сделает встанет во главе хоровода праведников, «Поэтому что и потому что вот обратите внимание где там у нас Шито-липхэн вот она Шито-липхэн хейла обратите внимание вот это хейла понимается в негерше как махон как танец как хоровод обратите внимание на хоровод что праведник с этой стороны и с этой стороны а Всевышний в середине и откуда это сказано он будет править нам во всех мирах Оламот в этом мире и в мире грядущие и сказано Алькэн Аламот Ахавуха А поэтому тебя Девы любят тебя Всевышнего то есть как бы он нами правит как ну книга Гошеа там где говорится об обручении Всевышнего с народом это именно вот этот образ вот отсюда по этому поводу то что говорит Медраж раба в Ширгаширим что это как бы такая песня любви что Ярусалим это то место где праведники танцуют с Всевышним водят совместный такой хоровод людей и Всевышнего это особый город существует Медраж рабя Кивы который начинается опять в песне песней когда девицы спрашивают героиню а девица это народа мира спрашивают чем твой возлюбленный лучше любых других что вы умираете из-за него из-за него из вас убивают поэтому сказано Алькен Оламод Агабуха Агабуха Адмуд Адмуд поэтому девицы любят тебя до самой смерти то есть рабя Кива как известно умер именно за Всевышнего одним из праведников по этому поводу вот это совершенно мрачное наоборот обратное к чтению веселому радостному второго дня чтению есть мрачнейшее чтение раби Акивы о том что вот это наша любовь к нему мы так говорим про него совершенно не важно что происходит до самой смерти по этому поводу извините здесь мы понимаем одно что на самом деле этот псалом имеет я бы сказал два основных чтения это чтение о том как прекрасен этот город который защищает бог и это песнь радости и второй вариант это мечта как будет прекрасно в этом городе когда его защищает бог это песнь о мечте в любом случае это песнь о безопасности от покровительства бога причем безопасности от военной угрозы что как бы город непобедим пока в нем есть бог и пока в нем есть тот ради которого те ради которого этот город существует но тогда коли на то пошло нам остается ответить на последний вопрос почему это все-таки второй день недели попытка объяснить в медрошах есть попытка но видно что сами медроши не очень хорошо погибают таким образом подобрана псовы то есть какая-то древняя тайна и когда говорит медрош что во второй день произошло разделение что если первый день это господня земля ибо он ее создал то второй день это разделение разделение второго дня это на воды нижние и воды высшие на небеса и землю тогда происходит следующее и вот здесь этот псалом становится куда ценнее чем нам кажется псалом 24 первого дня творения там бог абсолютно универсальный господня земля и все что наполняет его количество людей которые хотят чтобы вся еврейская религия была именно универсального бога огромна особенно там 19 век такая же тенденция в 20 веке что как бы бог писания он про весь мир и это правда и так просто а вот теперь вот этот псалом бог в иерусалиме здесь есть совершенно фантастическое утверждение которое в городе бога нашего бог во дворцах его в городе бога воинств нашего в городе бога мы представляем твою милость в твоих дворцах вот этот псалом он удивительно противоположен он перпендикулярен в некотором смысле всем привычным нам псалмах о том что бог он трансцендентален что он выше всего что он на небесах вот здесь он строго на земле вот в этом псалме бог не просто строго на земле а он строго в иерусалиме здесь на бога можно показать палец вот чем замечательным иерусалим тем что в иерусалиме бог существует в самом наглядном область вот принципиальное отличие от всех остальных псалмов столь откровенного псалма о том что бог существует натурально на земле так такого нет нигде вот это ощущение не что бог рядом а что он здесь вот это еще сильнее вот когда совершенно тенью с правой руки от тебя это одно тень а вот когда он здесь вот он если вы откроете супер современный комментарий ну он сводный как бы он научный в том смысле что там собраны комментарии из научных работ это комментарии в улам гатанах сегодня очень популярный комментарий то вот вот это гиркотей цапфон северный край вообще гиркотей цапфон это северный отрок если вот точно переводить то это северный отрок для Бавилона и народов которые населяют Месопотамию с северной стороны мира находится гора на которой проживают боги то есть как бы авторы ламгатанах говорят что здесь некоторый такой литературный намек я по-моему несколько раз говорил что в книге псалмов есть литературные образы из мифологии разных народов так вот тогда второй третий стих надо понимать самым простым образом в городе нашего бога гора святая гора его это хар цьем третий стих гора северная место пребывания богов да только уна это там их боги а у нас наш бог вот он пребывает здесь вот это супер наглое вот супер откровенное утверждение о том что бог проживает здесь точка вот второй день недели если господня земля и все наполняющий бог то второй день недели прямое противопоставление бог он здесь вот пальцы и это его жилище вот это северный отрок это вот такой тогда ставится ну не намек а просто прямо сказанная вещь то есть ну вот это северная гора для месопотами это что-то вроде олимпа у греков такая то есть в этом смысле этот псалом он поразителен именно ну я я уже говорил много раз о том что книга псалмов это то как евреи представляют себе устройство мира и отношение с богом вот это вот здесь юрусалим это место где пребывает бог не храм обратите внимание храм он с северной стороны от города а речь идет о всем городе о том что юрусалим особый город известен всему миру и что пребывание в нем это отдельное некоторое впечатление для людей способных хоть какому-то мистическому чувству или ощущению вот это этот псалом ну вот где-то то что я хотел сегодня рассказать так это и есть разделение разделение чего что хашем в иерусалиме а мир второй день это отделение воды от земли второй день недели помни дрошу который объясняет почему читают именно вот эти псалмы которые у нас принято читать значит происходит во второй день что произошло самое главное событие в сотворении я хочу сказать одну вещь вот чем сложны эти псалмы вы сами понимаете что в храме нет отличия между первым днем недели и вторым днем недели вторым и третьим третьим и четвертым в храме так как это постоянная ежедневная служба томит она одинаковая во все дни недели поэтому по идее ежели мы говорим о какие песни надо петь то вообще по идее если песни приурочены к жертвоприношениям то все жертвы должны то песня должна быть одна и та же на все дни недели мы видим что на самом деле на все дни недели есть своя песня и эта песня она не о постоянной жертве и доказательство тому устройство трактата томит где после завершения ежедневной службы начинает описывать песни которые поют левиты то есть как бы это другая часть и это посвящено тогда с чем надо увязывать увязывать естественным сотворением второй день недели происходит некоторая важная вещь по сравнению с первым днем в первый день мир он существует небо и земля шамаем в арат да одновременно как бы единым целом небо еще не отделено от земли бог на вопрос где в созданном им мире пребывает бог ну он пребывает он место этого мира но то ответ небо и земля еще не разделены по этому поводу вопрос бессмысленный теперь что происходит во второй день творения во второй день как мы помним создадим свод небесный и он будет отделять воды которые под небом от вод которые над небом то есть появляются небеса ракия и шамаем да небеса которые сотворил бог и появляется земля вот теперь это то о чем в нашем псалме где бог пребывали оказывается и наш псалом и дальше мы многократно с этим встречаемся в еврейской мысли но особенно для тех кто любит траву кука это его мысль о том что есть место повышенной концентрации божественности то есть он пребывает всюду но есть места где он пребывает в большей степени и в меньшей и такое плавное распределение божественности в мире с совершенными и падениями ну вот эта кукопская концепция ну тот кто любит траву кука знает кого надо слушать по поводу его философии да на русском языке это по-русски да значит теперь по этому поводу в тот момент когда все разделилось то на земле появилось место в каком-то смысле небеса земли и небеса земли это Иерусалим вот что хочет сказать Медрэш что Иерусалим это небеса земли то есть место где пребывает Бог поэтому именно из-за этого мы читаем второй псалом сразу после первого как бы он против разделения мира на небеса и землю но на земле есть особое место которое Иерусалим не храм даже а сам Иерусалим не место посвященное Богу Иерусалим не посвящен Богу Иерусалим это место рядом с Богом Бог он храме в городе нашего Бога гора святости обратите внимание город нашего Бога это Иерусалим а гора святости отдельно она рядом то есть это песнь про Иерусалим а не про храм вот что в ней удивительно это наверное единственное место в книге псалмов где говорится о святости Иерусалима но не в смысле святости как храма это не Маханэ Левия Иерусалим не является даже Маханэ Левия он не является даже лагерем левитов и он не является Маханэ Шхина он не является лагерем Шхины он рядом с ним и там пребывает вот теперь самое главное Гадон Хашем а город нашего Бога Хашем это про храм а город нашего Бога вот это то что здесь отмечается что это город как бы может быть осенен из-за того что рядом с ним храм может быть оттуда это не сводится но он осенен весь не святостью а пребыванием в нем Бога вот может быть вот такая тонкость которая здесь да есть во всем это псалмин ну вот так спасибо 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 понятно спасибо можно мне вопрос задать я про третий стих хотела спросить у меня есть у меня перевод Хаскелевича это Шамир там царя великого царя с маленькой буквы возможно ли такое понимание возможно еще раз в основном этот перевод дело в том что было два перевода в основном этот перевод он исправлен по разным причинам под Раши а теперь Раши это отдельное некоторое мероприятие Раши читает псалмы Раши читает псалмы это отдельный урок потому что Раши читает псалмы в соответствии со своей эпохой и в соответствии с тем что он лично пережил а читает он а пишет это последний комментарий Раши к Танаху это последний книг который он комментирует и это происходит после первого крестового похода после погромов при Ленинских общей по этому поводу комментарий Раши нет отдельный урок того как читают псалмы в соответствии с обстановкой который в которой живет человек значит по этому поводу в северном краю царя города великого то как я читаю сегодня это царь великий конечно с маленькой буквы и так правильно его может быть и читать решать вот наличие русских заглавных и незаглавных букв сильно мешает это мы все понимаем что мы бы предпочли чтобы больших и маленьких букв не было но тогда нам будет очень неудобно читать поэтому из-за этого из-за этого приходится каждый раз комментатору решать какую линию выбирать но просто если царь с маленькой буквы то там какой-то определенный царь имеется ввиду нет никакой конкретной по-моему значит вот ибнезра например мелократ кодоль и это великий царь это Давид не уверен хотя может быть но но хотя бы потому что когда в нейкорах сочиняют эти псалмы они сочиняют когда уже сильно после Давида поэтому ежели брать ибнезру то довольно странно почему это именно Давид потому что ну опять сон икораха живут после него сильно после него а я расписываю своей большой любви к этому комментатору это итальянский комментатор шаго эль есборах и дальше вот за что надо любить вот смотрите за что надо любить рабя ваде сфорном элогим бар монотэга надалым изгал бог в его творцах известен как защиты комментарии рабя ваде сфорном кстати вы можете видеть очень сильно идут по его мнению не только в домах где учат тору а валькам вармонот рошай гав надаг дало но даже и во дворцах глав народов видно его величие то есть как бы у нас распадающиеся комментарии великий царь это царь мира и царь народа либо это просто царь какой-то разобраться решить по тексту это невозможно Хисхелевич хороший переводчик и хорошо понимает что делает в любом случае он и он и я опираемся на один набор комментаторов ну не на один но неважно я не буду сейчас рассказывать на разное немножечко но классический комментатор у нас одинаков дальше каждый из нас принимал решение какой вариант выбрать он принял свой вариант я принял свой вариант он все время ссылается на Мецудат Давид он считает базовым Мецудат Давид я считаю базовым Радака вообще-то я считаю что Квилием базовым является не Мецудат а Радак спасибо 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 большое еще у меня такой маленький вопрос вот это выражение Ефинов оно очень странное это Маши он как раз читает это о мире грядущем да значит второй вопрос у меня Ефинов очень странное выражение ну в смысле что прилагательное стоит на первом месте это какое-то имеет объяснение имеет ноф Ефе это прекрасный вид а Ефе ноф это прекрасность вида вот вот разница она вот такая вот прекрасно значит да поняла спасибо разница где-то так вот одно красивость вида красивость вида прекрасность возвышенной прекрасность полета ноф это еще ведь полет горы маоф тут рядом лежит слово это прекрасность вида а второй вид прекрасен ноф это сильнее это просто еще более превосходная степень да типа кстати вы удивитесь но это часто встречается именно когда нужно более превосходная степень например хадрат кодыш не кодыш хадар да не святость великолепная а великолепие святость вот такое усиление в обратную сторону когда это строится просто еще усиленно спасибо большое за урок точно так что радость земли не земля радости а радость земли это вот в обратную сторону все ну вот так да ну хорошо если вопросов нет то мы можем закончить правильно меня так и надирает давайте заканчивать я просто уже не под запись скажу то что Иерусалим это отдельная история о святости Иерусалиме есть вещь которая известна как Иерусалимский синдром она хорошо известна это некоторые люди которые попали в Иерусалим они здесь сходят с ума в натуральном смысле слова буквально медицинском замечу что я не знаю как сейчас но я еще застал иерусалимских сумасшедших это всегда отдельная тема что это такое это люди сошедшие с ума от близости к святости а это действительно рискованная вещь ну вот сохранились воспоминания о поэтессе Ласка Шиллер была такая поэтесса начала 20 века самая крупная немецкая поэтесса 20 века считалась она из-за нацистов перехала в Иерусалим и была такой городской сумасшедшей города вообще мы встречали этих городских сумасшедших но Иерусалим в этом смысле действительно город опасный и близость к Богу она здесь ощущается причем на физическом уровне и это Псалом в этом смысле рассказывает объективную информацию это объективная данность места пребывания Бога в Иерусалиме это просто объективная данность которая для особо чувствительных людей может обернуться неприятностями опять я не заявляю что это научный факт я не хочу такие вещи которые закручены на мистику лезть с наукой мне кажется это неправильно потому что не нужно я в любой момент скажу нет не было такого если вам это не хочется то этого и нет потому что ну на то она и мистика да но в этом смысле вот еще раз то что для меня супер важно в этом псалмбе что в городе нашего Бога храм вот не святость не из-за того что в нем храм поэтому это город нашего Бога ровно наоборот вот здесь обратное восприятие это даже не о храмовой горе это о городе Давида тогда когда это писалось то есть это о Ярусалиме как материальной постройки но вот где-то так вот я хочу сказать что вот это важный момент который ну Рабейна Вадисфорна он молодец когда говорит что Бог пребывает не только там где учат Тору а просто в городе это это глубоко это мощь смог ли я поделиться с вами вот чувством насколько это мощный комментарий я не знаю но я предлагаю подумать вот с этой стороны что его пребывание Бога в этом городе связано не только с поклонением Богу это это еще ну вот окей спасибо мы заканчиваем правильно спасибо всем спасибо спасибо пока пока